Никто не поспорит с тем, что Свердловская область это центр промышленности, уникальный край с точки зрения природы и активно развивающийся регион во всех сферах и вопросах поддержки предпринимательства также. Но сейчас о вполне конкретном и поговорим. Масштабный проект поддержки отечественных брендов в сфере моды U-Fashion набирает обороты. О проекте, о поддержке бизнеса в этой сфере, о предстоящих мероприятиях в регионе в рамках проекта поговорим с нашим гостем. Сегодня к нам пришел заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Дмитрий Александрович, доброе утро. Вопрос простой. Урал не только стал центром промышленности, но и центром культуры, туризма и гастрономии, ну теперь еще и моды. Чего уж он всегда и был, на самом деле. У нас очень творческий край, очень много творческих людей в различных областях. Я думаю, это просто исторически так сложилось. Пассионарии стремились на Урал, кто-то добровольно, кто-то принудительно в истории и вот так сконцентрировались здесь. Поэтому у нас, собственно, мы известны своей музыкой, допустим, Свердловским рок-клубом и многими другими направлениями, Новиковым и так далее. Мы известны своими писателями, Божов, Борис Васильев и так далее. И, в принципе, мы должны быть известны, в том числе и в индустрии моды, потому что это важное направление малого и среднего бизнеса, важное в всероссийском масштабе. Есть задачи, поставленные правительством Российской Федерации по увеличению доли творческих индустрий в валово-внутреннем продукте. На самом деле, здесь мы видим большой потенциал у моды и идея губернатора Евгения Куйбышева в том, чтобы соорганизовать всех наших производителей, помочь им продвинуться на международный уровень. Поэтому, собственно, из этой идеи уже губернатор нам поставил задачу организовать мероприятие в рамках проекта YouFashion. Его апогеем должна стать международная неделя моды, которая у нас пройдет с 19 по 23 августа. В Екатеринбурге очень много разных активностей, но, конечно, основная задача, во-первых, собрать всех наших дизайнеров, производителей одежды, собрать их всех вместе, дать им площадку, дать им возможность международного взаимодействия, обмена опытом и далее организовать. То есть не просто прошла неделя моды, забыли и год, значит, ничего не происходит. Нам очень важно организовать им систему сбыта их продукции, в том числе через создание единого маркетплейса для уральских производителей. Потому что очень много это небольшие производства, это самозанятые. Я думаю, у каждого есть какой-то знакомый, который расскажет, что его знакомый что-то занимается, что-то шьет, какая-то модная вещь и так далее. А где их найти? Я вот сам озадачивался, мне захотелось посмотреть, что такое уральские бренды, когда мне начальник поставил задачу заниматься проектом, развитием этого проекта. Вот я где-то в интернете что-то ищешь, в соцсетях и так далее. И понятно, что должна быть площадка, которая всех объединит, позволит им продавать свою продукцию, позволит им закупать те же ткани, которые часто дефицитные бывают. Поэтому мероприятия международные, сюда приедут представители с Арабских Эмиратов, с Монголии, с Узбекистана, с Китая, то есть традиционных стран, где очень развито производство различных тканей. Я сам недавно был в Фергане, в Номангане, видел эти производства, это будет интересно. С другой стороны, это и общение, то есть съедутся сюда байеры, которые занимаются закупом для различных сетей разного уровня. Да, там, стилисты, фотографы, блогеры, прости господи. В общем, все то, что задействовано в индустрии моды, еще раз говорю, потенциал огромный. Уже сейчас есть эти предприятия, давайте, ну так вот просто для статистики, то есть два года назад 900 с небольшим у нас было предприятие производителей одежды, сейчас уже 1115. Ну, то есть рост идет, и я думаю, что он будет идти дальше, в том числе в рамках импорта, замещения. Да и в принципе как-то, не знаю отсюда, патриотизм так растет у нас у нас населения. Многие переходят на, ну, прямо становится как бы модно носить наше уральское местное. Наша задача это популяризовать, потому что действительно у нас есть, мне кажется, все виды одежды, которые можно заменить, там, итальянские бренды и так далее. Ну, просто мы о них не знаем, я вот лично. Честно говоря, я тоже не особо про них знал, их знает наш фонд поддержки предпринимательства, Министерство инвестиций и развития, они их собирают, с ними сотрудничают. Ну, например, из известных с кем-то, в том числе сотрудничает наш фонд поддержки предпринимательства, это Ушатава, это Твелф Сторис, да, ряд других брендов. Причем это про моду, это не только про одежду, это там, например, ювелирные дома, такие как Моисейкин, Чемовских, они достаточно известны, причем известны в мире. Но есть вот и начинающие ребята, которые вот только-только-только растут, и наша задача, еще раз говорю, собрать их, показать им помощь с точки зрения продвижения, с точки зрения продажи, с точки зрения мер поддержки как малого и среднего бизнеса. Потому что сейчас действительно получают льготные кредиты у нас в фонде поддержки предпринимательства, часть какими-то другими мерами поддержки тоже пользуются, но многие тоже об этом не знают, для них это какой-то другой мир, и наша задача вот эти миры в том числе поженить, то есть не только выстроить горизонтальные связи производителей, байеров и всех остальных, но и связь на уровне власть предпринимателей, чтобы они могли понять, чем можно. Мы, конечно, заинтересованы, на самом деле индустрия, моды, это высокий добавочный продукт, добавочная стоимость продукта, ну и плюс это интересно, то есть у людей, чтобы интересно было вообще, что ух ты, что у нас тут есть такое на Урале, это ведь и туризм в том числе, это привлечение сюда дополнительных туристов, которые сейчас приедут как деловые туристы на это мероприятие, по работе, так сказать, в командировку, в следующий раз уже приедут к нам просто как туристы. Будет ряд мероприятий проходить, на сегодня точно уже можно подтвердить, что будет показ в музее военной техники УГМК, но это, кстати, в последнее время самая востребованная туристическая локация, если вам интересно, самая популярная по турпотоку в музее военной техники УГМК. И это здорово, потому что это действительно нечто уникальное, чего нет больше нигде, и люди приезжают с удовольствием, повторно приезжают, потому что там за один раз ничего не обойти. Там будет показ моды, будет показ моды в Ельцин-центре, будет показ моды в нашем креативном кластере «Дом на новайнера», как раз к тому времени откроется новый зал с колоннами, пространство станет больше, еще более востребовано, там пройдут мероприятия. Ряд торговых центров заинтересованы и проведут мероприятия в рамках недели моды у себя. Сейчас мы еще несколько локаций смотрим, на самом деле, и больше предпочтения, конечно, смотрим в закрытым помещениям, погода непонятна, пока не прогнозируемая, хотя была идея сделать на плотинке в фонтане, вот в этом замечательном подаренном. Ну, вот пока не рискнем, наверное, для первого мероприятия, а мы уверены, что он будет ежегодным, и такую задачу губернатор Евгений Крымышев ставит, потому что, ну, это должно быть еще одно крутое событийное мероприятие у нас в городе. И событийное, там, а-ля, как ночь музыки, и выставочное, как наши, там, крупные мероприятия, там, предстоящий инопромт, там, строительные выставки и так далее. То есть индустрия моды – это такая же индустрия, такая, ну, как и строительная индустрия, как и, там, промышленность и так далее, ну, там, производство какое-то. Поэтому оно должно занять свое место и стать таким ежегодным, чтобы все понимали, Урал – это модно. Вау, вот это прям звучит как девиз этого проекта. У нас, правда, и туризм, и музыка, и все, что угодно, теперь, если еще взялись за моду, то это очень здорово, и такие инициативы, конечно, стоит поддерживать и благодарить за то, что они имеют развитие. Наша задача, в том числе, рассказать и нашим уральским ребятам, которые занимаются епошевым производством, что поддержка власти есть, насколько мы понимаем. И пусть они связываются с нашим фондом поддержки предпринимательства, там, расскажут о всех мерах поддержки, а также помогут, собственно, принять участие. Ну, конкурс у нас уже, на конкурс заявки у нас приемных заявок закончился, который пройдет, вот, недавно буквально завершился. Если я не ошибаюсь, около 130 предприятий, может, чуть побольше, со всей России заявились на конкурс. Вот, понятно, что добрая половина – это Свердловская область, да, ну, сейчас скажу, 53 – Екатеринбург, 19 – остальная еще Свердловская область. Но, собственно, почти половина – это другие регионы, причем, там, это и Кавказ, и Дальний Восток. И это тоже интересно и в рамках обмена опытом, взаимодействия, то есть, это полезно и для экономики, и для имиджа Свердловской области, ну, и, безусловно, для самих предпринимателей наша задача – их растить, помогать. Спасибо большое, по-моему, все ясно и пойдет. Один остался вопрос, только где узнавать все новости проекта «Юфэшн». На, в социальных сетях «Юфэшн», да, «Юфлаб», в принципе, как это, «За Яндекс.Сетях». Все, просто ищем в интернете, следим за новостями, можно и прийти, и посмотреть, наверное, да? Конечно. Будем очень рады, и это будет очень круто, запоминаешься. Большая команда работает, днем и ночью креативит, создает, поэтому будет интересно. Ждем нового интересного масштабного события. У нас в гостях был заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Спасибо вам большое. Спасибо.